Доброе утро, дорогие друзья. Итак, недельная глава Бешаллах. Начинается на интересные слова там, и возопились сыновья Израиля Кашему, перед тем, как он спас. Молитву каждого человека обязательно выслушивают на небе. Не бывает пропащих молитв. Одна из причин недостатка веры происходит от того, что человек думает, что я маленький человек, что я могу сделать, что там моя молитва решит. На самом деле молитва человека, в зависимости от той силы, в которую она вкладывает, бывает разная. Короткий рассказ Минахи Бабраера, это замглавного врача больницы Майанэй-Ешуа. Он рассказал с одним пожилым евреем, произошла эта история с страдавшими несколькими болезнями. Его привезли в больницу, состояние очень тяжелое, все усилия прикладывают, но понимают, что ситуация критическая. Он вышел к сыну, говорит, ну шансов никаких. Сын разворачивается, садится в машину, едет в Юрсалимске, не плачет. Там находилась группа из ста человек в это время. Многие из них, не соблюдающие заповеди, из какого-то города просто стояли. Студенты. Он подошел к ним, попросил две минуты послушать его, сказал, что жены в состоянии отца. И умолял их подойти вместе, искать со всеми вместе отрывок из тигелем и помолиться. Они все согласились, подошли к стене и начали молиться. Прямо в этот же момент, когда молитва происходила, началось значительное неожиданное изменение в состоянии больного. Резко улучшилось, через несколько дней его вообще выписали. Давайте вдумаемся, эта группа молодых людей, она никакого отношения к такому особо религиозному составу населения не имела. Просто они не соблюдали заповеди, несмотря на то, что их взволнованная молитва, после того, как их сын так попросил, она как бы стала сильнее. И вот она не просто дошла, а мы видим ее результат. Еще один аспект, иногда мы просим что-то и видим, что этого не происходит. К этому надо правильно относиться. Ни одна молитва не пропадает. Но иногда мы просим того, что не соответствует путям неба, да и нашим путям. И вообще не все так просто. К сожалению, есть и проблемы с этими молитвами. Сказано в Кабале, что в день, когда человек произносит плохие слова, или лошонара на кого-то наговаривает, в этот день молитва его не принимается. Понимаете, мы с утра, может быть, не дай бог, сказали одно какое-то плохое слово, и целый день наши молитвы бесполезны. Сказано в книге Каэлит «Весь труд человека на устах его». Что это подобно? Это вот как бочка великолепного вина. Самого лучшего в мире. В нем есть кран. Кран грязный, вонючий. Вот когда открываешь и наливаешь вино, его потом пить нельзя. Так и человек. Если он даже полон молитвы, торы, богобоязненности, если его рот запачкан нечистой речью, все торы и молитвы пачкаются и теряют свою силу. Это же так страшно. Вот такая мелочь, и она может уничтожить все, к чему мы стремились. Сказали еще мудрецы, что человек, воздерживающийся от плохих высказываний о ближнем, может быть абсолютно уверен, что его молитва весома перед небом. Знаете, люди говорят, а как я привык там ругать? Надо работать над собой. Слушайте, нет такого привыка. Когда тебе надо, если тебе сказали, один раз выругаешься, и тут же тебя там заберут у тебя все имущество, ты будешь следить за этим. Можно штрафовать себя для начала. Сделать так, сказал что-то не так, записал какую-то сумму, я ее положу в закон. Надо как-то с собой бороться. Только чтобы штраф был ощутимый для вашего материального состояния. Еще один аспект. Часто наши молитвы, которые идут, я уже сказал два слова об этом, идут во вредном. Старались, там что-то придумали себе. Знаете, мы иногда в жизни знаем это. Что-то просим, потом оно лучше бы этого не было. Поэтому правильно люди всегда говорили, что наши молитвы правильно говорят следующим образом. Не конкретизировать. Просить у неба, сделай так, как ты считаешь правильным для тебя. И вообще, наверное, сказали каббалисты интересную фразу. Жизнь обязательно научит благодарить Бога за то, что он не ответил на все ваши молитвы. Надо верить в уникальное действие молитвы. Это не какой-то груз, который надо быстрее сбросить, ба-ба-ба-ба-ба и побежал. Нет, это по-настоящему уникальная молитва. Когда человек уходит в молитву, вообще не видно. Он может до такой степени сосредоточиться. Многие не понимают даже визуально этого. Знаете, внук Бэшта рассказывал притчу, о которой рассказал ему дед. Музыкант играл на скрипке. И так красиво и искусно, что все впустились в пляс. Зашел немой, глухой, точнее смотрит, не понимает, что происходит, думает, что они полуумные. Так и здесь. Человек, который не понимает молитвы, он не понимает, о чем разговор. Знаете, обратите внимание, суть молитвы. Вор, который копает яму, чтобы прорваться, он тоже молится. В момент, когда вор нарушает одну из важнейших заповедей Бога, он обращается с просьбой к Богу об успехе предприятия. Как такое может быть? Может быть, он не верит в Бога? Нет, верит, да еще как. В самый тяжелый момент он обращается к Богу. Потому что его вера в Творца не проникла внутрь. Не пронзила его разум. Он не живет этой верой. И пока у него есть ощущение, что веру на хлеб не намажешь, он ворует. Изменения произойдут тогда, когда вера охватит все его существование. Только тогда можно сказать, что человек изменился на самом деле. Человек теряет терпение, надо учесть. Если к нему учесть, обращаться многократно. Это еще один аспект молитвы. Но Тора уверяет нас, что всемогущий поступает наоборот. Чем больше мы молимся, тем больше он принимает наши молитвы. Серьезная молитва начинается тогда, когда от нас уходит иллюзия, что мы являемся хозяевами своей судьбы. Когда мы понимаем, что не просто мы не всесильны, а вообще не можем ручаться за сегодняшний день. Вот тогда у нас появляется настоятельная потребность обратиться к Господу. Надо понять главное. Бог знает наши молитвы, знает, что молитва самая лучшая для человека. И он подталкивает нас в молитву. Так пусть он нас подталкивает просто по-хорошему. Потому что если Бог любит человека и понимает, что молитва важна, а человек не молится, он начинает посылать ему неприятности, чтобы человек хотя бы обратился к нему. Зачем нам это? Давайте опередим это все. Написано в наших книгах, он опередил молитвой. Что это означает? Потому что сегодня, пока вот сейчас надо молиться, пока что-то не произошло. Брахавы от слаха и пусть все наши молитвы дойдут до неба.